Герман Степанович Титов стал вторым космонавтом в СССР. Есть мнение, что ему было намного сложнее, чем первому, Юрию Алексеевичу Гагарину. Гагарин летел, чтобы ощутить неизведанное, только лишь прикоснуться к космосу. У Титова были несколько иные задачи. Гагарину было достаточно просто побывать на орбите и спокойно вернуться домой. Титову необходимо было провести в космосе, то есть в корабле, несколько часов, принять пищу, попробовать ручное управление аппаратом и так далее. Множество таких пунктов сильно усложняло задачу, но Титов справился. В августе 1961 года Герман Степанович Титов отправился в космос на Востоке-2. Вне Земли он прожил чуть больше суток. Космический корабль при этом сделал 17 витков вокруг Земли. Программа у Титова была насыщенной. Он с орбиты слал всем приветы, рассказывал, как замечательно быть советским человеком, отправившимся в космос. Титов также делал снимки из своего корабля, а ещё космонавт занимался привычными для человека делами, но не в привычных условиях. Во-первых, Титов принял пищу. На обед у него было несколько блюд. А именно, суп-пюре, мясной паштет и аналогичные блюда из печени, компоты с чёрной смородины. Нужно отметить, что Титова планировали отправить в космос всего на несколько часов, но сам космонавт предложил сделать полёт суточным. Ведь за это время можно было совершить много полезного. Например, взять ручное управление кораблём на себя. Титов опробовал туалет в космосе. Кроме того, космонавту удалось поспать. С этим связана одна история. Дело в том, что Титов договорился выйти на связь около двух часов ночи, и не сделал этого. Тишина. Вот что было слышно. И только. Сам Герман Степанович позже вспоминал, что у него не получилось выйти на связь вовремя по той причине, что он крепко заснул. Если разбирать вопрос в деталях, то было примерно так. Титов, проведя время насыщенно, решил отдохнуть и выключил передатчик. До сеанса связи оставалось прилично времени, поэтому космонавт решил немного подремать. Будильника он не заводил. Титов проснулся незадолго до двух часов, но ото сна сразу не отошёл. Решил ещё немного подремать и проспал минут на 35. Пришлось выходить на связь с опозданием, чего Королёв не оценил. Впрочем, Сергей Павлович должен был прекрасно понимать, что такое перегрузка. Приключились с Германом Титовым ещё и такие вещи, о которых он не писал в докладе, но рассказывал своим коллегам-космонавтам из первого отряда. Это было важно сделать, чтобы товарищи понимали, каким неприятностям и трудностям нужно подготовиться. Титов рассказал, что одно из ЧП произошло, когда он приземлялся. Во время посадки у Титова сначала всё шло хорошо. Парашют открылся, приземление шло вполне себе по плану. Но приближаясь к Земле, Титов увидел, что его несёт прямо на поезд, движущийся по железной дороге. Космонавту пришлось приложить массу усилий, чтобы траектория движения его поменялась. Титову удалось это сделать. Он приземлился не под поезд, а на поле рядышком. Но это, как говорится, дело случая. Парашют может занести куда угодно. Было ещё один тревожный момент у Титова. Герман Степанович, когда выходил на связь, всегда демонстрировал бодрость духа. Он не жаловался, сообщал, что всё идёт по плану и так далее. Своим друзьям-космонавтам на Земле Титов рассказывал, что был момент, когда стало сильно плохо. Германа начало тошнить. Это началось после еды, но дело было, конечно же, не в пище. Просто человеческий организм испытывал нагрузки. Определённым образом проявлялась реакция на это. Несмотря на изложенное, на факт того, что Титову в космосе одно время было не очень, ведомство, подготавливавшее космонавтов, заявило, что нагрузки должны быть уменьшены. Ведь Титову стало плохо не потому, что он был слабеньким, а потому, что Герман Степанович измотался, покуда готовился к полёту. В ответственный момент организм не выдержал. И хорошо, что всё именно так случилось. Если оценивать полёт Титова целиком, то он почти бесценен. Дело в том, что этот космонавт смог довольно неспешно разобраться, как оно в космосе. Это был полёт обстоятельный. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.